Всем привет, с вами я, Лев, и канал Good Boots. Очень часто у меня в соцсетях мои подписчики спрашивают совета по поводу выбора подошвы. И чтобы помочь вам всем в этом плане, я решил записать специальный выпуск про выбор подошвы. Сейчас я вам по полочкам объясню, для чего какая подошва создана, расскажу про разновидности подошвы и какую подошву нужно выбрать именно вам. Присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Первый вид подошвы это подошва FG. Самая классическая подошва это именно та подошва на бутсах, которую вы встретите больше всего в магазинах. И откуда пошла такая тенденция, почему именно FG это самая популярная подошва? Ну, во-первых, в Европе и в Америке большая часть газонов это натуральные поля. И, соответственно, там больше играют на подошве FG, ведь маркировка FG расшифровывается как Firm Ground. Эта подошва специально создана для натуральных сухих полей, и подходит она, конечно же, идеально для этих полей. Достаточно универсальная подошва, и у нас в странах СНГ часто играют именно на LG, вообще на любых покрытиях, что искусственное поле, что нейтральное, всем как-то всё равно на этот факт. По характеристикам подошва отличается тем, что это, как правило, 11, 12, 13 шипов разных форм, то есть это могут быть и круглые шипы, и каких-то разнообразных других форм в виде полумесяцев, каких-то стрелок, треугольников, квадратиков и так далее. То есть там форма вообще ничем никак не ограничена. Мировые бренды, по сути, сами выбирают, как они будут конструировать подошву, и поэтому всегда форма остаётся разной. Но я скажу сразу то, что на подошве FG шипы длиннее, чем, например, на подошве AG, или, короче, как на подошве SG. Про эту подошву я рассказал, и мы двигаемся к следующей подошве. Подошва AG. AG подошва — это, как правило, множество шипов, начиная от 15 и 16, и заканчивая там чуть ли не 30 мелкими шипами. Особенность этой подошвы в том, что она предназначена для искусственных полей, и высоких, и низких, неважно. То есть это более универсальная подошва именно подходит для искусственного поля. И особенность здесь заключается в том, что, во-первых, здесь много шипов для того, чтобы правильно распределять нагрузку ваших физических упражнений, бега, футбола и так далее, именно на искусственном поле, потому что, я думаю, вы сами знаете, когда вы бегаете на искусственных полях, вам намного сложнее именно бегать на искусственном поле, чем на натуральном, например. Так вот, поэтому подошва именно так и сконструирована, чтобы нагрузка на вашу стопу распределялась равномерно. Шипы, как правило, выполнены в форме таких кратеров, и шипы отличаются своей длиной, они короче, чем на той же подошве FG. Как правило, такую подошву у нас в странах СНГ почему-то обходят стороной, но знающие ребята покупают именно подошву EG, потому что у нас в странах больше развито как-то искусственное поле, чем натуральное, и больше играют именно на искусственных полях, мне лично кажется. Но есть и настоящие поля, и в принципе, эта подошва подходит и для них, но стоит понимать, что там будут проскальзывания и другие какие-либо дефекты, которые не будут вам помогать играть на все 100%. Рассказал про EG, переходим дальше. Как по мне кажется, эта самая нераспространенная подошва называется SG. Подошва SG, классическая подошва, что она в себе несет? Это 6 железных шипов, может даже 7 в комбинации с одним пластиковым шипом, и вот так вот, да, она выглядит. То есть максимально классическая подошва, максимально олдскульная подошва, и в наше время сейчас на такой подошве реже всего играют, таких бутс реже всего люди покупают, и в принципе, продается таких моделей все меньше. Почему такие подошвы меньше всего пользуются спросом и популярностью? Ну, дело все в том, что это попросту устаревшая подошва, и бутс, в принципе, все меньше и меньше выходит именно на такой классической 6-шиповой подошве. Вот, в принципе, все, 6 шипов, let's go дальше. Следующий вид подошв это SG Pro, и это последний классический вид подошв, который вы можете найти у всех брендов. Ее прикол заключается в том, что это комбинированная подошва, в ней используется 6 железных шипов, и остальные шипы это пластиковые шипы, из-за чего происходит такая комбинация, и эта подошва подходит максимально хорошо под сырые натуральные поля. Так вот, SG Pro подошва используется довольно-таки часто именно у профессиональных спортсменов, на профессиональных играх. Почему? Потому что поля перед игрой поливают и играют именно на этой подошве, чтобы не было никаких проскальзываний, чтобы вы там не улетали в клеи куда-нибудь и так далее. Еще раз повторюсь, эту подошву лучше использовать на натуральных сырых полях. Я не советую использовать такую подошву на сухих полях. Возможно, могу вам посоветовать, если вы очень уж хотите использовать эту подошву и на сухих натуральных полях, и вообще там на любых каких захотите, можете купить пластиковые шипы вкручиваемые и использовать их вместо железных. Но это все на ваше усмотрение, я советую иметь несколько пар обуви, собственно. Все, поговорили о классических видах подошвы, а теперь будем говорить о небольших ответвлениях от них. Следующий вид подошвы – это подошва AG Pro. Эта подошва, по сути, является аналогом FG, но при этом там все шипы круглые. И, по сути, эта подошва используется для одного вида поля – это высокого искусственного газона. Ну, в принципе, вот и все. Да, я, конечно же, могу вам сказать то, что на AG Pro подошве можно играть и на любых других полях. Это, конечно же, да, но вот именно вот так вот производители советуют, то есть на AG Pro подошвы лучше играть на искусственных высоких газонах. Next up, и у нас следующая подошва. Это подошва с маркировкой FG slash AG подошва, которая используется по большей части у Puma и у Adidas. Особенность этой подошвы заключается в том, что это, по сути, подошва FG, но с немного укороченными шипами, и, как правильно, шипы имеют более округлую форму, в отличие от подошвы FG. То есть это вот как раз вот средний вариант между AG подошвой и FG подошвой. По своему опыту скажу, что вот на такой подошве лучше играть именно на натуральных газонах, потому что, например, я вот играю в Puma Future, до этого играл тоже в бутсах с такой маркировкой подошвы, и скажу вам сразу, что вот да, лучше играть на натуральном газоне, искусственное, достаточно неприхотливое поле в этом плане. Если, условно, вы находите высокое искусственное поле, то окей, вам будет комфортно на средних ворсах уже такое себе играть именно на подошве FG AG. Примерно из той же стихии это подошва MG от Nike. Концепция та же самая, но при этом форма шипов, как мы можем видеть здесь, и круглая, и с лезвиями как раз вот создана для того, чтобы вам было комфортно и на искусственном поле, когда шипы правильно распределяют нагрузки круглые, и при этом они не так сильно впиваются в газон, но и при этом на натуральном поле, благодаря вот этим вот клыкам на этих мерках, вы будете чувствовать себя более чем окей. Но стоит понимать, что такая подошва используется только на любительских моделях, и то есть вы их не найдете на полупрофессиональном уровне и на профессиональном. Но как универсальный вариант, кто играет на натуральных и на искусственных газонах, пойдет именно вот такая вот подошва. Закончили мы с бутсами, у нас осталось два вида подошвы. Подошва Turf TF, классическая подошва, в которой большая часть из вас, я думаю, играла и играет до сих пор. Ее выбирают любители, ее выбирают взрослые, пожилые люди, и используют ее все, потому что это достаточно универсальная подошва. То есть в ней можно играть и на искусственных полях всех покрытий, но на высоком ворсе, я думаю, вы будете проскальзывать. И на натуральных газонах можно использовать, на сухих, на сырых также, я думаю, вы будете проскальзывать. И, конечно же, можно использовать даже в зале, если, например, у вас плоские шипы. Ну, в общем, вариантов много, и я думаю, вы разберетесь, какое и что есть к чему. По конструкции, как правило, шипы также производитель решает, какие выбрать сам. То есть это могут быть и круглые шипы, это могут быть и какие-нибудь лезвеобразные. Но, как правило, их всех объединяет то, что очень много шипов, прям дофига, от 30 до миллиарда. И длина шипов, как правило, не превышает полсантиметра. И the last one, это подошва indoor, IC, IT, там в зависимости от бренда, неважно. В общем, самые классические залки-фудзалки. Ну, вы сами, я думаю, понимаете то, что это фудзальная обувь, соответственно, она подходит для паркетов. Паркеты тоже бывают разные, тут уж решайте сами, вам там нужно будет подбирать, смотреть, щупать. Но, как правило, все фудзалки, начиная от самых низших до профессиональных, они созданы как раз для залов. По строению выбирает все сам производитель, собственно, да, он рисует рисунок подошвы, благодаря чему вы не проскальзываете в зале и на других покрытиях. И все, все, вот так вот мы закончили с подошвой. На этом ролик у нас подходит к концу, если вам помогли мои советы в выборе подошвы, то обязательно напишите об этом в комментариях и поставьте лайки, подпишитесь на канал, мне будет дико приятно и я пойму, что вам понравился ролик. Если хотите больше футбольного контента, то обязательно переходите во все мои соцсети, ссылочки есть в описании. Ну и как обычно, до скорых встреч, друзья. Пауза, кривая камеру! Пауза, кривая камера!